Большой круизный десятипалубный лайнер Вильгельм Густлов, гордость и символ Германии, шел из порта Готенфахен возле берега Польши. На нем находилось большое количество немецких беженцев, но они еще не знали, что тогда, в январе 1945 года, многие из них уже были обречены. Советская подводная лодка С-13 под командованием капитана третьего ранга Александра Ивановича Маринеско уже обнаружила судно и следовала за ним с целью его потопить. Сейчас вокруг этого события не стихают споры, было ли потопление пассажирского судна с ранеными и беженцами капитаном Маринеско оправдано с военной точки зрения, или это было все-таки преступление, совершенное советскими подводниками, советским режимом и тому подобное. Но данный случай теребит умы только обывателей, не разобравшихся в нем. Среди историков по этому поводу двух мнений нет. Конечно, это никакое не преступление, но обо всем по порядку. Восстановим события. В январе 1945 года подводная лодка С-13 прибыла на боевую позицию к Данценской пухте, что находится в юго-восточной части Балтийского моря. В этот момент немцами проводилась операция Ганнибал по эвакуации кораблей, в том числе и на буксире недостроенных подводных лодок, войск и большого количества беженцев из Восточной Пруссии, Курляндии и Восточной Померании, где наступали войска Красной Армии. Сразу же хочется заметить, что в сознании людей по подвигу Маринеско все смешано. Во-первых, он потопил два корабля, а не один. Огромное десятипалубное круизное судно Вильгельм Густлов 30 января и пассажирский океанский лайнер генерал фон Штойбен 9 февраля. Во-вторых, именно плавучим госпиталем был только Вильгельм Густлов, но еще задолго до потопления, в 40-м году, его переоборудовали в плавучую казарму. Второй же корабль долго служил как гостиница для высшего командного состава Крингсмарины в МФ Германии, и именно только во время операции Ганнибал его стали использовать для перевозки раненых, но именно плавучим госпиталем он никогда не считался. 30 января 1945 года Маринеско в 21 час 10 минут обнаружил немецкий лайнер Вильгельм Густлов, идущий с включенными ходовыми огнями и в сопровождении миноносца Лёве. В 23 часа 4 минуты, обогнав судно, подводная лодка вышла на боевой курс и из носовых торпедных аппаратов произвела трехторпедный залп. Спустя 40 секунд прозвучали взрывы от всех трех торпед. Два боевых заряда попали в район мостика, а третий угодил в среднюю часть корабля. Гибель лайнера наблюдали капитан Маринеско, помощник командира, штурман и два сигнальщика. После атаки подводная лодка уклонилась срочным погружением. На лайнере, по немецким документам, в момент атаки находилось всего около 5000 человек. 918 курсантов 2-й учебной дивизии подводных лодок, 173 члена экипажа, моряки торгового флота, 73 раненых солдата, 373 женщины вспомогательной службы ВМС и 3385 гражданских. Экипаж миноносца Лёве сразу же приступил к спасению уцелевших пассажиров. Температура воздуха на тот момент была минус 18 градусов, и поэтому оставалось всего несколько минут до того, как наступит необратимое переохлаждение организма упавших в воду людей. Также на спасение утопающих поспешили корабли охранения из другого конвоя. В итоге немцам удалось спасти около 1200 человек. Немецкий историк Гейншон, который, кстати, в момент атаки С-13 находился на том самом потопленном лайнере и потом посвятил всю свою жизнь разбору этого происшествия, дает такую юридическую оценку советскому экипажу при потоплении этого судна. Лайнер Вильгельм Гуслов представлял собой военную цель, и его потопление не являлось военным преступлением. Вильгельм Гуслов выполнял операции в зоне боевых действий и не являлся гражданским судном, имел вооружение, осуществлял переброску военнослужащих действующей армии, являлся учебной плавучей базой для подводного флота Германии и шел в сопровождении боевого корабля. То, что на него позволили подняться 8 тысячам беженцев, так после этого ответственность за их жизнь уже лежала на соответствующих должностных лицах немецкого военного флота. Данную оценку другие историки считают обоснованной. Нужно только отметить, что Гейнс Шон вольно обходится с цифрами количества беженцев на Вильгельме Гуслове в момент потопления. В первых своих публикациях он называл более реальные данные в 5 тысяч человек, но потом, под нажимом антисоветской общественности, Гейнс Шон просто безосновательно увеличил эту цифру до 5 тысяч беженцев. Но больше всего вопросов все-таки возникает ко второму потопленному кораблю. 9 февраля 1945 года в 22 часа 15 минут акустик подводной лодки С-13 обнаружил шум двухвинтового большого корабля генерал фон Штойбен, которое шло в сопровождении миноносца Т-196 и тральщика Т-F-10. Маринеско приказал лечь на курс сближения. Более 4 часов длилось преследование, и только в 2 часа 50 минут был произведен кормовой двухторпедный залп. В Штойбен попала одна торпеда, и после ее взрыва последовало три сильных взрыва уже на корабле. Через 5 минут судно имело большой крен, а спустя полтора часа затонуло. Потопление корабля наблюдали капитан Маринеско, помощник командира, штурман и три сигнальщика. На лайнере в этот момент находилось 2680 сидячих и лежащих раненых, 800-900 беженцев, 100 военнослужащих, 270 человек военного медперсонала, 12 медсестер немецкого Красного Креста, 84 зенитчика, 61 человек военной команды судна, 160 человек гражданского экипажа, всего более 4200 человек. Спасено, по различным данным, от 658 до 749 человек. Историк Морозов Мирослав Эдуардович оценивает потопление второго судна так. Никаких претензий к Маринеско за выбор Штойбена в качестве цели не может быть. Хотя Штойбен значился транспортом для перевозки раненых, статус охраняемого Женевской конвенцией госпитального судна на него не распространялся, поскольку лайнер был камуфлирован и нес малокалиберные зенитные автоматы. Вместе с тем, факт наличия подобного вооружения не дает оснований называть его вспомогательным крейсером. Все-таки это было судно для перевозки раненых. Что еще нужно знать для получения полной картины произошедшего? Это никак не влияет на оценку действий Маринеско, а скорее показывает только его моральный облик. Александр Иванович не был примерным командиром. У него было очень много дисциплинарных, в том числе грубых нарушений и даже самоволок. И это во время войны-то. Он был большим любителем выпить и подебоширить. Перед самым выходом в рейс Маринеско вместе с командиром плавбазы Смольной Лобановым совершил самовольную отлучку с подлодки и даже пропустил учения по запуску торпед, без командира которой провести было невозможно. Командование уже приготовило дело на Маринеско для передачи его в трибунал. Но в связи с нехваткой офицерского состава, командующий Балтийским флотом Трибутс принял решение перенести суд на дату после возвращения С-13 из очередного боевого похода и уже в своем решении учесть результаты данного похода. Из плавания Александр Маринеско должен был вернуться либо героем, либо заключенным. А за такой проступок его могли даже и расстрелять. Поэтому он был сильно замотивирован и настырно искал победы. В итоге что мы имеем? Потопление двух кораблей Александром Маринеско в пятом походе не было военным преступлением. Оба немецких судна принадлежали к Риксмарине, то есть считались военными, шли под конвоем военных кораблей, носили камуфляжную окраску, которой не должно быть на мирных кораблях. На них было расположено вооружение и не было никаких обозначений, запрещающих атаку, например, знаков Красного Креста. К тому же Маринеско уничтожал не людей, а перевозивших их судна, и на них могли с той же вероятностью находиться боевые части военнослужащих нацистской Германии. Хотя на втором судне они и находились только в виде раненых. Маринеско вернулся из пятого похода героем. Потопив два немецких лайнера, он стал первым подводником по тоннажу потопленных кораблей. Его представили герою Советского Союза, но награждение за все предыдущие его залеты отложили до возвращения с 13 следующего, шестого боевого похода, с целью дать награду по заслугам уже этого плавания. Маринеско обиделся и практически саботировал свой шестой поход. Его действия были негативно оценены командованием, и поэтому ему снизили награду до ордена Красного Знамени. Героя Маринеско дали уже после его смерти в 1990 году. Друзья, пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok